мужчины привет не пугайтесь что вы видите меня с гирями просто в качестве иллюстрации к сегодняшнему видео я записал и решил фоном пустить мою вчерашнюю тренировку сразу отвечаю на вопросы которые вы раньше задавали какого веса у меня гири у меня три пары 16 24 и 32 килограмма цветные потому что были сильно ободранные уже покрасил тем что было ободрал зачистил покрасил синие 32 серо-синие 24 черные 16 еще не успел справа от меня не мой дом потому что вы спрашиваете вы уже сделали крышу на своем доме это не мой дом это один из моих гаражей крыша у него есть она плоская односкатная а теперь приступаем к основной теме боли и симптомы при хроническом простатите при синдроме хронической тазовой боли и фармакоподдержка как лечиться и нужна ли эта фармакокоррекция так ребята теперь возвращаемся к таблице которую я показывал в предыдущем ролике напоминаю виды боли их очень много ну во всяком случае вот их ни одна ни один вид боли причина боли тоже очень много я вам их показываю еще раз тут то хочет подробнее посмотреть вернитесь к предыдущему ролику там на протяжении всего видео перед глазами эта таблица я понимаю желание автора понятно что они хотели систематизировать и привести в некий порядок вот коррекцию а анализ причин видов расстройств и коррекцию медикаментами соответствующего вида расстройств и боли но такое разнообразие проявлений и причин в принципе не может иметь универсального подхода и какого-то универсального подхода и какого-то усредненного рецепта лечения для всех вот еще больше вносит неразберихи подходы к лечению тот факт что мы все это объединяем в одно понятие либо хронический простатит либо синдром хронической тазовой боли и большинство из вас в общем просит меня каких-то конкретных рекомендациях что делать вот как вы уже могли убедиться и видов расстройств очень много и причин очень много перейдем к фармакокоррекции вот то что вы видите я анализировал в предыдущем ролике целесообразность назначения этих видов лекарств поэтому то что не целесообразно если вы поняли мою мысль что это возможно на какой-то короткий период времени и никак не подходит для постоянного применения этих препаратов такие как антибиотики тестостерон виагра и так далее и тому подобное мы это уберем потому что для постоянных рекомендаций всем это не подходит оставим только то действительно что имеет под собой смысл в долгосрочной какой-то перспективе вот и посмотрите пожалуйста на то что осталось среди этих групп препаратов подумайте теперь о таком моменте представьте себе человека который годами сидит за рулем или годами сидит за монитором компьютера который питается преимущественно фастфудом попивает пивко с чипса диване и принимает ангиопротекторы дезагреганты венотоники и прочие прочие средства как вы считаете улучшится ли у него микроциркуляция артериальная улучшится ли у него венозный отток лежа на диване попивая пивко с чипсами или мужчина который по моральным каким-то критериям отказался от половой жизни улучшится ли у него состояние простаты вот тот фактор который мы вернемся к причинам дезритмия половой жизни будет ли ему лучше от этих дезагрегантов антиоксидантов и прочих средств я думаю что нет или другой вариант даже период лечения некоторые пациенты умудряются но это аренды умудряются но это у никому период лечения когда ему рассказываешь о основных принципах он умудряется заполучить одного-двух новых половых партнеров и не предохраняться вот инфекции вот как вы думаете с таким подходом к жизни будет ли лучше от лечения такому пациенту но победить себя он не может теперь что реально мы можем сделать значит вспомните пожалуйста что и себя представляет вообще человек как биологическое существо человек относится к классу приматов то есть мы млекопитающий примат и там какое-то семейство по моему гоминиды дача лев человекообразные куда входит орангутан шимпанзе горилла и человек ну вот мы на одном ряду на разными обезьянами но чем человек отличается от обезьяны тем что у него высокоорганизованный творческий ум у шимпанзе и гориллы орангутанов он тоже в общем-то определенное творчество они проявляют и определенные мышления тоже но человек конечно несравнимо выше так вот в плане развития своего как ли как личности высокоорганизованный конечно человек должен уделять внимание умственному развитию а вот что касается различные физиологии и здоровье тут нужно возвращаться к приматизации так скажем то есть к приматам нам нужно возвращаться каждый день так как речь идет именно о мужчинах какое биологическое предназначение мужчины это оставить потомство раз второе мужчина это борец добытчик боец он должен кого-то дать он должен кого-то догнать кого-то поймать кого-то убить кого-то уничтожить он должен копать он должен что-то ломать таскать строить и охранять свое семейство вот это основное биологическое предназначение мужчины как только мы садимся за монитор компьютера и сидим примерно полтора года с перерывом нас с перерывами на сон я конечно утрированно говорю вот так оно и есть вот это называется гиподинамия который один из факторов развития вот этих расстройств здесь же недалеко инсулинорезистентность ожирение избыточный вес и так далее в общем все те причины о которых мы говорили раньше приматизация мужчины именно в том чтобы ежедневно он тяжелые физические нагрузки тяжелые они должны быть не сразу конечно вот условно я показываю вот не просто так эту тренировку свою для меня это единственная возможность с моей болезнью как-то управлять этим процессом то есть у меня 6 тренировок в неделю три из них силовые это гири турники и в принципе то я совсем не призываю всех именно гири брать в руки дело не в гирях дело в силовых нагрузках как вы их примените своем случае это уже дело в зависимости от ваших каких-то наклонностей этой обстановке в которой вы находитесь второй вид тренировок это аэробные тренировки бег ходьба все зависит от начального уровня развития я не сейчас не буду никакие схемы тренировок вам расписывать это совершенно не имеет смысла важно только лишь одно чтобы каждый день течение где-то от 30 минут до часа у меня в среднем час вы испытывали либо постоянные нагрузки в виде интенсивной ходьбы или бега или велосипеда или плавания или лыжи что вам удобнее и легче по сердцу и так сказать приятнее вот лишь бы поднялся пульс до примерно там 130 140 ударов в минуту и держался на таком уровне в течение там 30 минут 40 минут вот это и есть истинное восстановление микроциркуляции и ликвидация венозного оттока нарушение венозного оттока вот это и есть гормональная регуляция это и есть тренировка эндокринной системы это и есть борьба с ожирением ацидотическим стрессом и всеми прочь регулирует природа и наш организм неосознанно вы только приучите себя каждый день это делать силовые нагрузки один день это силовые нагрузки второй день это аэробные то есть нагрузки для тренировки сердечно-сосудистой системы и вот эти стресс это и есть тренировка симпатической и пара симпатической нервной системы и приведение ее в баланс вот это напряжение и расслабление человек когда он бежит он одновременно есть не может потому что это предполагает включение разных типов пара симпатической и симпатической нервных систем этой системы работают бессознательно мы не можем сознательно замедлить свой пульс или не можем сознательно ускорить сокращение кишечника вот но постоянно постоянно устраивая вот такие контрасты организму то есть напряжение расслабление нагрузка отдых работа сон полноценный вот это и есть вот эти качели которые организм получает сигнал что эти регуляторные механизмы но нужно включать что мышцы ваши они ему нужны значит надо активировать метаболизм усилить процессы строительства и утилизации отходов это все неосознанные механизмы они регулируются природы и когда вы это поймете что другого пути не что поиск прекрасных лекарств вы можете найти самое замечательное и дорогое лекарство которое в принципе не существует но которых миллионы сейчас и самое чудесное вы можете найти самый дорогой прекрасный аппарат для жужжания задниц вы можете греть и что угодно делать но пока вы не включите эти механизмы каждый день вы не добьетесь физического здоровья и если вы еще обратите внимание на свое питание в котором должны преобладать овощи должны быть полноценные белки мясо лучше не красная а белая и рыба иногда можно и красная плюс немного фруктов не должно быть углеводов преобладать злаки не обработанные грубые если вы вот простые такие вещи будете соблюдать и каждый день будут у вас физические нагрузки то вы увидите как через три шесть восемь месяцев быстро это не происходит во первых вы изменитесь внешне во вторых вы заметите как как положительные изменения наступают в вашем организме будут обязательно будут отступать симптомы простатита это неизбежно хоть там у вас уплотнения хоть у вас кальцинат и хоть у вас рубцы хоть у вас constante нее хоть у вас кальцинат и хоть у вас рубцы хоть у вас что от такого образа жизни будет только лучше всем органам и системам я уже не говорю про сердечно-сосудистую эндокринную протестостерон это все регулирует именно вот эти базовые механизмы которые сотнями тысяч лет природа с помощью эволюции или высших сил в нас вложила а мы от этого отходим и забываем вы скажете конечно нет времени нету возможности ложитесь на час раньше и вставайте на час раньше вот вам и время и возможности появятся находитесь в офисе негде за негде заниматься зайдите в туалет сделайте 15 приседаний отожмитесь от стены 30 раз сделайте элементарные упражнения нижних конечностей какие-то сделайте три-четыре-пять таких физкультурных пауз небольших с небольших в течение рабочего дня на протяжении там 8 рабочих часов вместо поездки на метро или на автобусе или на автомобиле пройдите до работы пешком или оставляйте машину немного раньше чтобы минут 30-40 пройти пешком с пульсом 130 140 с активным дыханием каждый должен для себя решить что просто другого варианта не существует кроме как приматизация и подключение творческого разума человека как высшего существа на земле вот когда это все будет у вас в гармонии внутри тоже будет все гармонизироваться конечно вроде бы я говорю банальности но понимаете я через все это прошел сам и я у вас перед глазами тренируюсь тренируюсь я вам показываю скриншоты моих беговых тренировок там не смотрите на даты я их не разыскивал когда-то я включаю приложение когда-то я не включаю эти приложения мне на это наплевать нам с вами не выходить на подиум нам с вами не добиваться спортивных каких-то результатов и рекордов нам нужно добиться стабильного хорошего состояния здоровья когда вот эта физическая ежедневная активность вам будет приносить удовольствие и результаты вы должны сделать этот образ жизни приятным для себя чтобы это не было дискомфортом чтобы это было обычным образом жизни да будет очень тяжело особенно первые две-три недели потом это станет норм кто-то говорит это не нормально а это нормально кто-то говорит это неприемлемо что касается норм я уже говорил о том диабет мы исправляем смещая нормы например показатели спермы вы знаете что в советском союзе нижняя граница нормы было 80 миллионов сперматозоидов в одном миллилитре 80-120 сейчас всемирная организация здравоохранения новые нормы которые существуют уже лет двадцать наверное нижняя граница нормы это 20 миллионов то есть если бы мужик с 20 миллионами пришел к советскому урологу он бы сказал ой 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 с вами чуть тут надо поразбираться а если сейчас он приходит 20 миллионами к урологу он когда у вас все нормально в порядке до свидания понимаете вот вам разные нормы и нормы морали у нас сейчас абсолютно изменены сколько сейчас у нас пять полов уже признана он она она и так далее и тому подобное и ему подобное и не по непонятно что раньше цирке показывали бородатых женщин и уродцев а теперь у нас бородатые мужчины в женской одежде раньше считалось психиатрическим отклонением и заболеванием гомосексуализм а сейчас это считается нормой природа все нормы придумала за нас и если даже при таком образе жизни периодически там я не знаю раз в месяц у вас будут какие-то погрешности в еде какие-то праздники редко будет какой-то прием алкоголя или там употребление не очень здоровой пищи там торт вы съели половину торта или пирожное поверьте если вы будете придерживаться вот этих правил приматизации так называемый то вы будете приводить свои органы и системы все в равновесие и цитокиновые шторма власти у вас не будут обезьяны не едят регулярно вот и обезьяны не являются вегетарианцы в интернете ходят картинки вот они травоядные там сидят две гориллы едят разорванного сородича вот когда жрать нечего и ближнего разорвешь и съешь не надо ничего придумывать никаких там супер-пупер диет хайп сплошной и мракобесие естественное питание с паузами с утра до вечера что-то поглощать совершенно неправильно паузы делаете какие хотите у меня в этих роликах про питание я об этом уже рассказывал я начал о себе опять же потому что многие говорят давайте давайте все вперед там в тренажерный зал трата-та-та-та сами ничего не делают значит я в возрасте 47 наверное лет пробежал свой первый полный марафон 42 километра до 190 ну что 42 километра это точно в метрах могу напутать вот полу марафонских дистанций по 21 километру я пробежал наверное не знаю то есть это марафон где я зафиксирован сибирский международный марафон как участник то есть имею свой результат имею свою медаль участника и сертификат что касается полу марафонов официальных я их пробежал штук 20 наверное всех своих беговых достижений но я их не считаю я просто бегу в удовольствие среднем где-то час иногда это больше вот в стамбуле где у меня нету гирь и я там занимаюсь собственным весом о чем тоже ролик я там записал вот у меня акции и забот по хозяйству по дому чем в сибири когда я нахожусь там я могу и два часа бегать периодически останавливаюсь прохаживаюсь сажусь в кафе там пью чай какой-то потом опять выхожу и бегу около моря когда позволяет погода и вода купаюсь конечно поэтому когда вы приближаетесь к состоянию обезьяны в хорошем смысле этого слова то природа сама все отрегулирует без всяких курантилов дезагрегантов без всяких совершенно липоевых кислот и прочих пищевых компонентов и бадов которые вас все призывают принимать со всех сторон когда вы поймете это и сделаете для себя это обычным комфортным образом жизни вот такое физической активности и правильного питания то вы забудете то вы забудете обо многих проблемах я например со своим системным коллагенозом этим гадким генетическим четыре года шел под пути традиционной медицине это привело к ожирению гипертонии и прочим всяким осложнениям после того как я отказался от этого я не выздоровел нет я не стал здоровым но я с помощью голода приближение к правильному питанию и спортивных нагрузок могу этим процессом управлять я не знаю что будет со мной завтра и вы не знаете что будет с вами завтра надо жить тем что сегодня вы живы здоровы и идете к здоровью потому что самое страшное для меня я видел своей жизни очень много смертей пациентов своих с тяжелыми и травмами и повреждениями из тяжелыми терминальные чего только я не видел вот и больше всего конечно я боюсь того что вот в преклонном возрасте ты будешь немощный и абсолютно беспомощный посмотрите амосова николая михайловича на чудесного советского украинского академика который проводил эксперимент по долголетию который по моему умер в 89 лет и в 87 еще выступал по телевидению вот его теория она называется по моему теория нагрузок и ограничений да то есть ежедневные нагрузки и ограничения ограничения он имел ввиду прежде всего ограничения в питании вот это примерно то же самое то есть люди под разным под разными именами под разными наименованиями и названиями и лозунгами приходят к одному и тому же посмотрите на мудрость народ где их отражена от посты у христиан и постные дни у христиан которые там среда и пятница да вот посты у мусульман это же все не просто так это тот же самый режим ограничений и нагрузок только в разных интерпретациях которые ведет к здоровью вспомнил я сейчас одного пациента у которого был нижний парапорез ну такой ну параличную не полный паралич вот и у него был простатит то есть частично у него ноги шевелились у него там сохранялась эрекция он жил с супругой которая за ним ухаживала вот и было там половая жизнь у них какая-то вот и так далее он говорил вот если бы у меня были ноги я бы бегал я прочитал что бег при простатите очень полезен он к сожалению умер уже там от всех осложняющих причин но не от простатита конечно человек без ног думает были бы ноги я бы бегал были бы ноги я бы бегал человек с ногами не бегает почему я вспоминаю моего чудесного деда героя ржевской битвы который без руки пришел с этой мясорубки кровавый сорок третьем году как живой остался неизвестно так вот одной левой рукой и он я помню как мы с братьями мальчишки там 79 лет вот такой возраст шли с ним в лес километра за два-три там он находил какое-нибудь старое сухое дерево ни в коем случае никакое не молодое цветущие и вот с одной стороны он двухручную пилу держит с другой стороны мы по очереди там тягаем эту пилу валим дерево он одной рукой топором отсекает все сучья потом мы это дерево пилим на двух двух с половиной метровые отрезки потом потом он этот отрезок с нашей помощью ставить вертикально подсаживается под него загружает это кусок бревна на свое единственное левое плечо и спокойно идет до двора два километра а мы бежим рядом иногда когда он задыхается уже ему становится тяжело он останавливается потом мы опять поднимаем и так мы носим целый день эти куски бревен тем самым значит вот это просто образец для меня как человек имея одну руку был полноценным у него было 25 ульев пасеки у него было огромное хозяйство там в деревне он водил автомобиль трактор мог на лошадь заскочить на этой одной рукой он копал он пытался косить даже но хотя у него плохо получалось он не мы не мог помыть себе эту единственную руку потому что не было 2 и я мальчишку эту руку но все мы приматы которые с руками и с ногами и с головой самое главное творческим мышлением не должны уходить в эту болезнь мы должны от нее наоборот отвлечься и вернуться физическом плане к своим истокам к своей основе биологической высшего существа на земле но нельзя забывать о приматизации так сказать после тренировки вот я в сауне своей любые температурные контрасты тоже очень полезны для регуляции сосудистого тонуса для регуляции микроциркуляции для тренировки симпатической парасимпатической нервной систем в общем возвращайтесь к правильному образу жизни чтобы он для вас был комфортным и будет вам здоровье и счастье и не будет никакого простатита но с использованием своего творческого разума здоровья вам и счастья